всем привет сегодня мы поговорим зачем риэлтору учиться на дизайнера интерьера с этим вопросом ко мне пришла валерия козлова вице-президент уральской палаты недвижимости риэлтор директор риэлторского агентства ну и вот я собственно решил совместить разговор с видеозаписью чтобы потом уже разом всем ответить спасибо что пришла привет иван спасибо что ты на мои вопросы так подробно всегда отвечаешь а я их приготовила прям несколько штук ну давай поговорим про школу задавая вопросы во первых спасибо что пришла привет скажи мне привет привет спасибо что откликнулся на нашу просьбу от риэлторского сообщества и наконец-то сделал возможным посещение твоих курсов по дизайну для специалистов по недвижимости но есть несколько вопросов скажи пожалуйста вот на нашей лекции которая у нас была для риэлторского сообщества ты рассказывал что креативность имеет огромное значение для понимания пространства для работы с разными фактурами а вообще эту креативность она это врожденное какое-то качество или ее можно развить и можно ли этим позаниматься непосредственно прям на курсе развить свою креативность ну да вопрос очень понятный и часто у людей я его слышу а вот я без таланта а вот у меня нет таких способностей ну там например к рисованию или еще к чему-то ах как хорошо они такие одаренные вот я считаю что вот одаренных таких по природе ну нет мы все одинаковые у кого-то что-то чуть побольше у кого-то что-то чуть поменьше и именно этот вопрос многих останавливает идти и учиться ну например на дизайнер то есть типа я без таланта поэтому я не пойду нет это не так научить креативу можно практически любого да вообще любого у меня даже слоган есть на сайте про школу что научу дизайну даже вахтера а ничего себе а ты какой-то документ даешь по прохождению этого курса что останется у меня после курса ну будет сертификат но на самом деле это не главное главное знание этот креатив про которые я и говорю мне кажется сейчас во первых даже нет сертификат будет но зачем сертификат когда знание есть я вот например принимая на работу ни у кого не спрашиваю сертификата главное чтобы человек классно работал не так разве потому что для нас то это ведь дополнительная квалификация это дополнительное повышение квалификации в отношении того рода этой деятельности которой мы занимаемся да безусловно но этот документ есть но он не не какой-то там официальный который дают например в институте да то есть вот вот этот вот диплом там ну диплом естественно я не выдаю ты представляешь себе как происходит сделки с недвижимостью участвовал когда-нибудь очень примерно я себе представляю риэлторская работа она зачастую связана с большим объемом коммуникаций и с большим объемом работы с документами с пространствами мы тоже работаем но наверное с помощью каких-то привлеченных специалистов например профессионального фотографа видеографа каких-то планировочных решений проектов технической документации что может дать еще дополнительно те знания наверное которые на курсе мы получим что они дадут дополнительно какую какое умение приобретет специалист но на мой взгляд самые практичные самые практические то есть самые полезные в первую очередь это понимание какая планировка хорошая какая плохая и понимание того как из не очень удачно сделать удачную то есть это умение сделать нормальную планировку это умение увидеть перспективную не перспективную хорошую подходящую неподходящую и вот этот первое самое ключевое ключевая польза конкретно для риэлтора ведь вы по сути выбираете из нескольких планировок для клиента вот пришли люди советуем выбирает все-таки у нас клиента мы советуем вот а здесь вы своими советами можете сказать смотри вот здесь вот есть возможность организовать хранение под личные вещи а вот в этой нету вот в это есть возможность постирочную организовать а в этой нету ну и так далее да то есть а здесь вот получится удобная кухня с островом например там со столом с диваном а вот в этой не получится просто возможности такой нет но для этого риэлтор должен же сначала это сам понимать научиться это видеть а вы же пока видите только квадратными метрами то есть в плане квалификации какой-то взгляд в будущее до по перепланировкам по изменению пространства существующих квартир конечно что еще может быть какое-то какие-то теоретические знания практические знания я сейчас еще я просто это только первый пункт который про который я рассказал и на мой взгляд но это мне так кажется вот подтверди или опровергни мне кажется это классно конкурентное преимущество даже в вашей среде среди риэлторов когда ты как риэлтор можешь объяснить полезность планировки вот этой там они вот этой а другой риэлтор не может то есть он смотрит умение работать с пространства ну вот вы сами выберете вот как-то вот сами понимаешь а тут ты приходишь говоришь а вот вы знаете вот здесь вы будете так проживать то есть по сути ты простраиваешь сценарий жизни для своих клиентов мне кажется они тебе только благодарны безусловно но есть еще и понимание когда ты много-много квартир посетил в какой-то момент хочется какой-то творческого ну такой творческий позыв случается и хочется либо самому что-то поменять либо научиться понимать и как раз работа конечно с объемом с цветом с планировками она безусловно смежная для нашей профессии но важное сколько времени занимает курс насколько это вот трудоемко все будет я очень заняты обычно я еще не успел именно про полезность для риэлтора рассказать до конца поэтому все таки если позволишь я и продолжу то есть второй очень важный момент это умение видеть пространство то есть увидеть его перспективу и понимание что с ним можно сделать для того чтобы продать дороже какие-то пространство позволяют это сделать а какие-то не позволяют вот этот навык умение чувствовать увидеть и понять пространство как она работает и что нужно сделать для того чтобы это пространство сделать более дорогим вот этот навык тоже приобретается следующее вот умение работа с цветом это обязательно то есть вот на курсе этому я конкретно обучаю даже рецепты готовы даю что сделать кстати только с помощью цвета можно сделать квартиру дороже сразу же чтобы она продалась лучше вот один совет дам например один покрасьте все в белый она продаться лучше светлое ли в белый роста белый знаешь почему потому что клиенту проще представить свою обстановку в этом белом пространстве его ничто не отвлекает белый делает помещение больше светлее а мы этого не хотим простора света вот простой лайфхак уже как с помощью цвета всего лишь одного сделать пространство более выгодным в глазах покупателя ну и следующий полезный навык который приобретет конкретно риэлтор если он на курсах обучается это навыки хоум стейджинга то есть ты приобрел какую-то убитую квартиру и ты уже можешь ее превратить во что-то более классное соответственно дороже стоящие на рынке мне кажется это прекрасный навык когда не нужно обращаться к профессионалам а нужно сделать какое-то быстрое решение реализовать какое-то быстрое решение в квартире чтобы просто дороже продать его отремонтировать до более того я обучаю вот креативу можно ли обучиться можно обучиться этому я и обучаю более того я обучаю тому как прокачать ну скажем так голову да вот креатив чтобы потом выдать задание кому-то каким-то исполнителям но риэлтор же может себе помощников каких-то найти или на аутсорсе например кто рисует кто чертит то есть ты придумала идею как это должно выглядеть а сделала какой-то там макалаш эскиз и соответственно выдала задание помощником они превратили все это в прекрасный проект и ты уже клиенту опа пожалуйста скажи пожалуйста это касается только квартиры или каких-то коммерческих помещений но знания для изменения пространства коммерческих мы тоже можем получить на этом курсе знания можно применять где угодно квартира дом коттедж магазин ресторан офис где угодно ну то есть как ты понимаешь креатив распространяется на все единственное что на курсе мы тренируемся на квартире то есть принципы именно домашнего то есть планировки мы делаем на примере квартиры какой-то там ну или небольшого дома вот не затрагивая коммерческую недвижимость но приемы инструменты которые я даю соответственно они работают вообще везде ну скажи сколько учиться 5 месяцев прилично то есть это не просто какой-то семинар на который ты сходил что-то послушал и там потом забыл то есть есть время чтобы эти знания погрузились подгрузились и отработаны но ты же была на семинаре то есть вот я же для вас рассказывал и про планировки лекцию читал то есть польза есть но нету отработки навыков но я поняла но например взяться и чтобы самой начать рисовать сразу после семинара это конечно ну да 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 но здесь конечно нужно хотеть нужно понимать для чего тебе это нужно чтобы пойти вот учиться и потратить пять месяцев тем более мы занимаемся ра ну мы раз в неделю занимаемся да то есть встречаемся здесь оффлайн если лень ехать можно онлайн ну то есть трансляция все-таки идет а можно оффлайн это самое классное то есть потому что мы здесь здесь команда какая-то собирается вот из людей единомышленников где можно сразу же смотреть что сосед делает оттуда подтягивать идеи сколько человек обычно группа 10-15 человек 10-15 группа и это каких профессий люди обычно абсолютно разных есть строители есть дизайнеры есть экономисты есть бухгалтеры есть риэлторы не но у нас могут же клиенты пойти учиться не обязательно мы и такие ученики есть которые приходят для того чтобы научиться понять как создается дизайн и создавать дизайн для самого себя а потом для подруги для там сестры для мамы и так далее поехали да то есть обычно приходят я ну я их называю домохозяйки которые занимаются домашним хозяйством ну хотя и те кто работают и бизнесом тоже приходят и обучаются почему пять месяцев я хочу коротко объяснить потому что на семинаре на курсе еще где-то быстро научиться перестроить мозги не получится здесь самое важно именно перестроить голову с шаблонного мышления обывательского на дизайнерская креативная а для этого нужно время то есть сначала я показываю как вообще бывает то есть я по сути расширяю кругозор то есть мы смотрим так а я вот труд вот делаю вот так для того чтобы вы увидели а как еще бывает и потом как что можно здесь подтянуть что здесь подтянуть что здесь подтянуть тренировать насмотренность до тренировать насмотренность но самое главное надо знать куда смотреть на что смотреть и как это интерпретировать это очень важно потому что сейчас интернет но почему-то Там мы открываем и видим все одинаковое, все серенькое, все бежевенькое, очень похожие интерьеры. Сейчас очень много же застройщиков, которые сдают уже с готовыми ремонтами, и на самом деле там тоже очень много типовых проектов, когда хочется улучшать, додекорировать, может быть, вносить свои какие-то индивидуальные особенности. Все верно, но вот мы это и видим. А соответственно, навык дизайнера заключается в том, чтобы вот эту насмотренность ее сделать прямо вот чем больше, тем лучше. И, кстати, вот опять же, к слову, а получится у меня или нет? Ну там типа смогу я креативить или нет? То есть вот вроде бы там же молоденькие приходят после института, у них там мозг свежий. Так вот, креативят лучше уже люди, которые, так сказать, какую-то жизнь пожили. Почему? Потому что у них богаче жизненный опыт, они уже съездили отдыхать туда один отель видели, второй, пятый, двадцатый. У них больше насмотренность, понимаешь? И в этом их плюс. Поэтому я, например, считаю, чем дизайнер старее, тем он круче, понимаешь, как врач. Давай объясним нашим зрителям, твоим зрителям на канале, почему я про это рассказываю. Что я там один из первых риэлторов, который собрался идти к тебе учиться, и, в общем-то, мы решили на эту тему поговорить. Я действительно уже собралась на полном серьезе. И потом в течение своего обучения еще планирую там немножко приоткрывать завесу, что же мы тут делали и правда ли мы тут развивали креатив или нет. Прикольно. Это очень здорово. Ну, наверное, еще стоит сказать, что вот про срок обучения, про условия обучения, вот еще раз хочу подчеркнуть, что это пять месяцев. Именно за этот срок человеческий мозг, голова способна перестроиться, повернуться в нужную сторону. И вот есть внутри этих пяти месяцев четыре шага, четыре ступени, которые мы плавно проходим. Первое – это насмотренность, которую, соответственно, мы дружненько развиваем. На первом шаге это месяц примерно. Но мы и дальше продолжаем. Но на следующем шаге, то есть в следующем месяце, я даю инструментарий конкретный. Например, как работать с цветом, чтобы не совершать каких-то ошибок, чтобы интерьер получился гармоничным. Как работать с фактурами, с формами. На протяжении этих двух блоков мы занимаемся тем, что ходим по поставщикам, по магазинам и знакомимся просто с предметом, с предметами мебель, светильники, отделочные материалы. Собственно, из чего формируется интерьер. Соответственно, за эти два месяца уже насыщается, так сказать, образами, какими-то конкретными инструментами. Ваша голова. И после этого вы уже становитесь способны что-то творить. Так вот, третий блок, третий шаг – это работа с пространством. Делаем планировку. Я помогаю, рассказываю, объясняю, там, эргономики всякие, штучки, фишки. Ну, ты помнишь из семинара нашего, то, что я рассказывал, вот это все мы прямо практикуем. И, собственно, вы это делаете ручками. Сами делайте. То есть сейчас компьютеры, маломальские программы позволяют это сделать. Но я рекомендую делать это в скетчапе. Потому что там можно сразу в объем это все поднять и покрутить, и почувствовать пространство. Но люди обычно с ноутбуками к тебе приходят? Нет, нет, здесь без ноутбуков. Это дома уже придется еще поделать. А, ну то есть кроме основных занятий есть какая-то домашняя работа, самостоятельная работа. И четвертым шагом мы делаем уже самое креативное, самое вкусное, самое магическое. Это, собственно, сам дизайн. То есть придумываем идею. И вот тут мы подходим к вопросу, а может, можно ли раскачать креатив? И вот сможем ли мы? Да, сможете. Вот пройдя вот этот подготовительный весь этап, да, сможете. И удивитесь, какой красивый, необычный, не похожий на других вы придумали идею дизайна, понимаешь? Есть технологии, есть упражнения, которые позволяют это сделать, понимаешь? То есть прямо вот как в математике. Делай так, и уравнение решено. И здесь, собственно говоря, так же. Главное не бояться и делать. Так вот, здесь все зависит от твоей насмотренности. Возвращаемся к путешествиям. Если этот, так сказать, опыт богатый, то насмотренность большая. И, например, только по этому направлению можно нагенерить дофига всего. Делаем эскиз. И, соответственно, это становится финалом нашего образования. То есть вы получаете эскиз, планировку. Это либо конечный продукт уже для вашего заказчика или для вас лично. Либо это техзадание для исполнителей. То есть для визуализатора, который красивые картинки рисует, для чертежника, который все вычерчивает, понимаешь? То есть, по сути, за пять месяцев я вот учу, так сказать, быть мозгом. Голова. От те, собственно, руки. Понимаешь? Вот чем мы занимаемся. И я могу гарантировать результат. Вот прямо ты гарантированно. Приводи уборщика, я из него сделаю дизайнера. Гарантированно. Но при одном но. Если он делает то, что я говорю. Выполняет домашки, посещает здания. Много домашек. Каждую неделю будет новая домашка. Кому-то они даются легко и быстро. Кто-то сидит, подтормаживает. Ну, это нормально, собственно говоря. Поэтому, ну, это как в любом деле. Ты, если хочешь что-то освоить, то тебе надо потрудиться. Ну, не бывает же просто так вот. Раз и оп. Но можно и послушать. Получится хорошее времяпрепровождение, развлечение. Все равно что-то новое, полезное ты для себя узнаешь. По крайней мере, ты точно будешь знать, где классный дизайн. Кому обращаться там. Ну, в общем, мир твой другим уже не будет точно. Вот, что такое курсы дизайна в моей школе. И чем они могут быть полезны для риэлтора. Все, друзья. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик. Всем пока. Пока.